Дарья Тарасенко В Красноярске будет бушевать стихия. Сильный дождь с грозой и порывы ветра до 23 метров в секунду. При этом еще и заметно похолодает, если сегодня днем на улице было плюс 24 градуса. Ночью столбик термометра опустится до отметки в 16 градусов, а завтра обещают плюс 21. Две истории, две надежды и два вопроса об аресте. Красноярские суды вынесли новые решения бывшей замминистра экономического развития Надежде Маршалкиной и бывшему бухгалтеру Красноярской полиции Надежде Николаевой. Обе обвиняются в преступлениях, связанных с деньгами. Первой Надежде Маршалкиной после выхода из СИЗО отменили домашний арест по просьбе адвоката. Теперь в районной инстанции ей будут выбирать новую меру пресечения. Напомню, Маршалкину обвиняют в шести преступлениях, а именно в рекордных для края взятках на общую сумму больше 70 миллионов рублей. Более полутора лет бывший замминистра экономического развития уже правила в СИЗО. Все это время шло следствие, которое сама подсудимая активно затягивала. В надежде, что истечет максимальное время пребывания в изоляторе, об этом говорили следователи. За это же затягивание дела арестовали и бывшего главного бухгалтера Красноярской полиции Надежду Николаеву. Ее обвиняют в хищении 130 миллионов рублей из зарплатного фонда. Это дело передали в суд еще в 2014 году. С того момента Николаева находилась под подпиской о невыезде. Сейчас меру пресечения изменили на арест. Это минимальное наказание. Студенту, который оголился перед школьницей в бассейне, вынесли приговор. Напомню, об этой истории новости ТВК рассказывали еще в апреле. Тогда больше недели родители и педагоги выслеживали злоумышленников в бассейне «Локомотив». По статье «Развратные действия в отношении лица недостигшего 14-летнего возраста преступник получил 70 часов исправительных работ». Как рассказал адвокат 21-летнего нарушителя, в суде им удалось доказать, что студент не осознавал, что перед ним ребенок. Смягчающими факторами стали еще и явка с повинной, полное признание вины и раскаяние, добавил адвокат. Сам обвиняемый в суде сказал, что не ожидал от себя такого поступка. ГОСТы соблюдены, а права предпринимателей нарушены. Бизнесмены готовы судиться с мэрией. А все потому, что из-за масштабного благоустройства в городе у их магазинов убирают все парковочные места. В результате клиентов становится меньше, и многие предприниматели вообще закрывают свои торговые точки. Ситуацией разбиралась Алена Крашенинникова. Почему не учитывают их интересы? Без малого и среднего бизнеса не будет города. Неприятные и острые вопросы бизнесмен Дмитрий Полуянов задает представителю управления дорог и благоустройства. Предприниматель рассказывает, несколько его магазинов расположены в бизнес-центре на партизанах Железняка. Раньше для покупателей был специальный парковочный карман. Вот только в мэрии сочли парковку неудобной для города и для общественного транспорта. И убрали, без предупреждений. Парковочные карманы исчезнут еще не с нескольких улиц? Они везде могут исчезнуть. А будет ли альтернатива? Альтернатива приезжать в магазин на автобусе, либо использовать другие парковочные места. То есть или автобус, или ничего? Да. Итак, городские власти отдали приоритет общественному транспорту. Аргумент чиновников – для автобусов нужна отдельная полоса для свободного движения. Именно поэтому с главных магистралей исчезают парковочные карманы. А вместе с ними из многих магазинов исчезают и посетители, потому что 90% приезжают в них на машинах. Мне неудобно будет подъезжать. А получается, если я ставлю машину так же, у меня получу штраф. Если парковку уберут, несмотря на то, что все документы, насколько мы знаем, согласованы с администрацией района, с администрацией города, возможно, то это практически будет означать закрытие всех этих магазинов. Но мэрию, похоже, проблемы бизнеса волнуют мало, как и проблемы тех, кто автобусами пользоваться не готов. По городу идет работа по расширению остановочных карманов для удобного проезда. Так, например, поступили с карманом для автобусов у цирка. Вот только почему-то легче от этого не становится ни предпринимателем, ни автолюбителем, ни самим водителем автобусов. Хуже стало. Почему? Как почему? Было четыре ряда здесь, и стало два. Теснее теперь? Конечно. Удобнее стало ездить? Так как бы не совсем. Почему? Ну, по размерам тяжело сюда залезть. А все автобусы помещаются? Маленькие, да, большой, трудно засунуть. В итоге, по словам мэрии, вся схема благоустройства направлена на то, чтобы красноярцам стало комфортнее передвигаться в своем городе. Вот только от перемен почему-то никому лучше не становится. Ни горожанам, ни владельцам транспорта. Алена Крашенинникова, Александр Тропин. Новости ТВК. До появления камеры видеофиксации фиксировать нарушения будут полицейские. С сегодняшнего дня на перекрестке Ленина-Робеспира, чуть дальше от остановки Агропром, будут дежурить инспекторы ГИБДД. Им предстоит следить за порядком в часы пик по поручению руководителя краевой полиции Александра Речицкого. Причина – повальное количество жалоб от водителей на несоблюдение правил дорожного движения. Как только на перекрестке установят камеру, пост снимут. Она самостоятельно будет фиксировать превышение скорости, проезд на красный, выезд за стоп-линию и поворот направо. И в продолжении дорожной темы. Жителям жилого комплекса «Орбита» наконец-то отремонтировали дорогу по улице Борисова. Компания «Застройщик» решила положить асфальт только после обращения районных властей. Больше двух лет жители домов жаловались на то, что к их домам невозможно подъехать. Напомню, этой зимой застрявший больший груз перекрыл полностью движение на дороге. Жителям пришлось ждать почти час, пока освободят единственный проезд к дому. Дело сдвинулось с места, и сейчас рабочие заканчивают укладку дорожного полотна. Ждали два года. Ну, я здесь два года живу. Я очень счастлив, что здесь дорога, что я не порчу свою машину, подвеску и спокойно доезжаю. Я не знаю, благодаря чему, но дорогу сделали, но прохода к остановке нормального так и нет. Ну, чтобы с коляской дети ходили. Все сделать нужно еще один дополнительный въезд, потому что здесь схема тупиковая. Обязательно нужно въезд, потому что не скорая. Проехать не могут. Проблемы со стоянками. Мэр зашел в павильон, на который жаловались жители, а после распорядился снести торговую точку. Об этом расскажем через три минуты. А через семь минут продолжение проекта «Большая уборка». Это новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Избили врача, который приехал оказать помощь. В Норильске серьезную черепно-мозговую травму получил сотрудник скорой. Вызвала медиков пьяная компания, когда одному из отдыхающих стало плохо. У него начались судороги. После того, как карета медиков подъехала, друзья пациента закинули его в машину, а врачу нанесли несколько ударов за замечания в их сторону. Нападавшими оказались молодые люди 19-22 лет. Они уже получили по 700 рублей штрафа за хулиганство. А после определения вреда здоровью их будут судить еще и за побои. Пострадавший медик сейчас на амбулаторном лечении. Жители Солнечного наконец-таки получат остановку у детского сада номер 215. Напомню, раньше родителям с детьми приходилось пешком идти один километр. Мэр Красноярска Эдхам Макбулатов сегодня проинспектировал активно развивающийся микрорайон. Обо всех нововведениях сюжет Ильи Филонова. «Не одна та дорога у нас внутри микрорайона. И отсюда хоть можно будет заехать. И вот здесь заехать, у 33-го дома». Пока проектировщики и застройщики обсуждают последние детали, жители новостроек на Соколовской уже пришли посмотреть на новую дорогу. Все они переехали в новые дома больше года назад. И признаются, что эта дорога просто жизненно необходима. «С колясками особенно люди вообще не проезжают. Вот когда особенно дожди идут, там сток вот этот весь туда идет по улице. И очень тяжело. Ливневки делают, вот я понимаю, так я сам в этом разбираюсь. Значит, то есть будет сточная вода откуда-то, куда-то. И не будет слякать, и не будет от этого». С жителями микрорайона согласны и общественники. «В последнее время микрорайон Солнечный достаточно активно, быстро, динамично стал развиваться. Вводится огромное количество жилья. И поэтому, конечно, он должен быть обустроен самой современной инфраструктурой. Должны школы строиться, детские сады. Дорожная структура самая современная, как для автолюбителей, так и для пешеходов». Специально для пешеходов уже в этом году в Солнечном появятся новые остановки. Одна прямо по соседству с 215-м детсадом. И это еще не все. «Предусмотрено приобретение двух школ в Советском районе. Обе школы приобретают в Советском районе. Одна из этих школ будет приобретена в Солнечном. Я рассчитываю на то, что в течение ближайших полутора лет этот объект будет возведен. Одна из библиотек в этом году будет модернизирована в Солнечном. То есть это будет такого же формата, современная библиотека. По масштабам она будет больше». Сегодня мэр поручил администрации Советского района еще раз обсудить с жителями планы развития Солнечного и согласовать изменения. Илья Филонов, Сергей Малафеев. Новости ТВК. А вот с павильоном, в котором торговали пивом и сигаретами рядом со школой, глава поступил радикально. Приказал магазин снести. Эдхам Акбулатов зашел в него после жалоб жителей в ходе своей инспекции. Однако руководство торговой точки на связь не вышло, поэтому приговор прозвучал жестко. «Павильон должен быть снесен. Без разговоров. За нарушение торговли алкоголем. По соседству с образовательным учреждением. Здесь разговоров быть никаких не должно. Я хочу, когда мы через две недели приедем, этого павильона быть не должно. Планы июля включайте и ликвидируйте. На центральном стадионе в Красноярске впервые за 50 лет началась масштабная реконструкция. За 1 миллиард 636 миллионов рублей. Проведением всех работ займется московская фирма. Подрядчик отреставрирует фасад здания, усилит несущие конструкции, а главное заменит все кресла на трибунах. Обновленный стадион будет смещать 12 тысяч зрителей. Для маломобильных групп населения оборудуют две трибуны. Ремонт пройдет и внутри стадиона. Там сделают пресс-центр к универсиаде и построят новые здания для силовых структур. Изменится и покрытие на поле. Беговое покрытие тоже будет меняться, потому что здесь работают будут КАМАЗы, другая техника. В проекте заложена полностью замена. Не будет меняться только футбольное поле. Она останется как есть. У нас специальная бригада будет обслуживать все это время футбольное поле. Уже 400 замечаний, но вы еще можете высказаться. Мэрия продолжает сбор мнений о вариантах благоустройства города. Дискуссия идет на сайте администрации в разделе «Опросы». Здесь можно высказать ваши пожелания к уже готовым проектам. Они касаются обрезки деревьев, демонтажа временных сооружений и обустройства парковок. 7 июля в 16.00 в зале Департамента городского хозяйства состоится очное общественное обсуждение. Проекты, которые получат наибольшую поддержку, будут реализованы уже в этом году. Что я сделал плохого? Так глава Емельянова прокомментировала наличие огромной свалки у берега Качи. О мусорной катастрофе в жилописном месте на прошлой неделе рассказывала Екатерина Кашучек. Сегодня она эту же тему продолжит. Грустный, печальный взгляд у этого маленького ослика, брошенного вот здесь, на помойке в Емельяновском районе. У нас сегодня такие же глаза, потому что ровно 7 дней назад мы здесь видели все то же самое. Даже не будем вам показывать те старые кадры. Просто посмотрите на этот мусорный коллапс. Ничего не меняется. Огромное количество таких оврагов, которые заполнены мусором. Мусором все это валяется, строительный мусор и бытовой, и все лежит на месте. Хотя неделю назад мы рассказывали и об этой свалке, о том, что администрация Емельяновского района должна была сюда приехать и убраться. Почему они этого не сделали, давайте узнаем. Звоним главе поселка Емельянова. Данная свалка находится на частной земле. Документы отправлены всем в контроль в район по поводу проведения проверки. И после проверки это будет направлен в прокуратуру и суд, на собственную, чтобы они ее убрали. А когда вы начали заниматься этим вопросом? Когда начали решать проблему? В прошлом году. А что делали целый год? Ну я еще раз говорю, запросы выясняли через земля. Времени выехать на место у главы Емельянова сегодня не нашлось, поэтому этот разговор мы продолжили уже в поселковой администрации. Выяснилось, что весь большой путь по тому, как заставить собственника убрать свалку, начинается с запроса, который глава Емельянова отправил не в прошлом году, а только вчера. Мы же за чистоту и порядок. Вы за чистоту и порядок? Конечно. Почему тогда работа начинается, согласно тем документам, которые вы можете предоставить, только 4 июля в день выхода сюжета? Только сегодня будет, ну вот, только получили, кто сегодня является собственником. И земконтроль будет его приглашать. 10 октября был присвоен этот участок, вот собственник. С 10 октября вы хотя бы как-то с ним взаимодействовали, общались? Нет. К чему? Ну как я буду с ним общаться, почему? Вы говорите, только собственник может убрать, может решить эту проблему. Вы, как человек, который отвечает за эту зону, почему не вызвали собственника, они сказали, уберите, пожалуйста. Я на ваших отношениях, по-вашему. Ну по-нашему, по вашим же бумагам, вы же дали эти бумаги. Да, вам бумаги, все есть, да. Что я тут нарушил, скажите мне, пожалуйста. Что я сделал плохого? Допустили ситуацию, когда свалка огромная в водоохранной зоне. Вы так не считаете? Да почему считаю? Я же говорю еще раз, переживаю сильно. То, что там находится свалка, будем ее убирать. Буду бороться, все, что угодно сделаю, чтобы ее там не было. Понадобится на это 30 дней, пообещал Олег Бычков, глава Емельянова. Время пошло. Екатерина Кашучка, Владимир Антонов, Новости ТВК. В России запрещено запускать беспилотники без уведомлений. Минтранс ввел обязательную регистрацию летательных аппаратов с этого дня. Соответствующие изменения внесены в Воздушный кодекс России. Теперь владельцы квадрокоптеров и даже игрушечных вертолетов весом больше 250 граммов должны поставить их на учет. Это можно сделать бесплатно на сайте Ассоциации Аэронет. Адрес указан на экране. Затем перед любым вылетом необходимо подать заявку на использование воздушного пространства. В Красноярске это можно сделать через Департамент общественной безопасности города, подав заявку за три дня до запуска дрона. В одном случае за нелегальный вылет владельцу аппарата грозит штраф 5000 рублей. Для должностных и юридических лиц сумма существенно больше 20 и 300 тысяч. Также нарушителю может грозить лишение прав управления на год. До принятия специального закона депутаты Мосгордумы говорили о необходимости запретить бесконтрольный полет дронов. По их мнению это создает помехи в движении вертолетного транспорта спецслужб, которые не набирают большую высоту. Также квадрокоптеры могут нарушать право на частную жизнь и способствовать терроризму. Через две с половиной минуты Россия продлила продуктовые санкции до 2018 года. Отечественные продукты все продолжают дорожать. А через четыре минуты о том, где в Красноярске проводят фестиваль самодеятельных безобразий. В эфире новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Запрещенка не появится еще полтора года минимум. Россия продлила продовольственные санкции до конца 2018 года. Постановление подписал премьер Медведев после того, как антироссийские санкции продлили в Евросоюзе. Напомню, без импортного сыра, молока, мяса, рыбы, фруктов, овощей еще десятка продуктов страна осталась в 2014 году. Эти продукты и сегодня запрещено ввозить из Америки стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Исландии и Лихтенштейна. Товары отечественного производства с того момента продолжают дорожать. Только за последний месяц в Красноярске существенно выросли цены на фрукты и овощи. По данным Росстата, с мая капуста подоржала на 58%, картофель почти на 28%, апельсины на 25%, а морковь на 21%. За это Россия будет страдать чудовищным образом и расплатиться всем своим населением. Такое предупреждение в стране опубликовал протеерей Чаплин. Кара Небесная, по его мнению, ждет всех за выход скандального фильма «Матильда». Всеволод Чаплин заявил, что еще не вышедшая в прокат лента является, цитата, «плевком в нашу историю, плевком в нашу душу, а в то лучшее, что у нас было». Если конкретнее, то возмутило Чаплина покушение на репутацию членов императорской семьи. Напомню, «Матильда» рассказывает о романе Николая II с балериной Кшесинской. По мнению ряда православных активистов, это порочит прославленного в лике святых Николая. Гибель страны после выхода фильма, по мнению протеерея, будет благом, так как это послужит, цитата, «божьим наставлением и наказанием, примером того, чего никогда нельзя делать». Конец цитаты. Мировая война неизбежна, но если этот фильм не будет показан в России, кто-то, наверное, да останется жить, пусть не в городах. Если он будет показан, да погибнут все, и это будет достойно и справедливо. А сейчас о мирских развлечениях, отдых для молодых и активных. Именно про такой вид досуга сегодня расскажет наша съемочная группа в проекте «Небольшое путешествие». Что делать, если на музыкальный фестиваль возможности выбраться нет, но провести уикенд весело хочется, узнаем прямо сейчас. Это небольшое путешествие, и сегодня мы в месте, которое идеально подойдет для любителей вечеринок на открытом воздухе, и бодрой анимацией мы приехали в Папинлагерь. Запоминайте дорогу, езжайте по Р-257 в сторону Красноярского моря, сверните на залив Шумиха и держитесь у казателя Папинлагерь. Итого около часа в пути, 50 с лишним километров, 4 литра бензина на 148 рублей. В палаточный городок лучше отправляться веселой компанией. Комфорт в пути нам обеспечил Сузуки Витара. У автомобиля вместительный и функциональный салон с панорамной крышей, а сложить вещи можно в багажник. Витара – лидер в своем классе по его объему. Папинлагерь – это 4 гектара посреди леса в 10 минутах ходьбы от берега залива. Вся территория обработана от клещей, даже комаров, поэтому особо чувствительным можно не переживать. Кроме того, если вы не готовы на двое суток покидать цивилизацию, организаторы предусмотрели здесь специальные зарядки, где можно подпитать свои гаджеты. Ну и, конечно же, на всей территории лагеря работает Wi-Fi, так что ваши друзья точно узнают, как вы проводите эти выходные. Новый для красноярцев проект открылся 30 июня. Создатели сделали ставку на молодое энергичное поколение, готовое в формате Open Air'а вкусить атмосферу позитивной вседозволенности и воодушевленного безумия. Из самого названия следует, что у нас приветствуется стиль колорадского папы, поскольку я там более 10 лет был ведущим, поэтому, в общем, тот стиль и будем исповедовать. Аниматоры веселые, бодрые, заводные. Есть и псевдоспортивные игры, и спортивные состязания, там по нардам, по подкидному дураку, дартс, городки. Билет в недетский папин лагерь обойдется в 1000 рублей на весь уикенд. Девушкам скидка 50%, а если они в купальниках, и вовсе вход бесплатный. Можно взять свою палатку или арендовать в палаточном городке. У нас есть вот такой вот вариант геокупола, в котором будет стоять двуспальная кровать, абсолютно укомплектованная. Там будет вешалочка напольная, куда можно положить свои вещи. Также у нас есть палатки двухместные, трехместные. Стоимость двухместной палатки 1000 рублей за весь уикенд, трехместные 1200. Они укомплектованы матрасами, постельным бельем, отделами и подушками. Брать с собой в папин лагерь можно что угодно, но для тех, кто собрался сюда спонтанно, есть комплексные обеды на весь период отдыха. Завтрак, обед и ужин обойдутся в 2300 рублей. Средний чек в палаточном кафе около 600 рублей. У нас входит на завтраки, например, это каша дня, которую мы приготовим для своих гостей. И яичница, сосиски, все как, допустим, в отеле в каком-то. Кофе, чай на выбор. В комплексный обед у нас будет входить бульон куриный, который представлен в меню, окрошка, это обязательно, потому что это лето жара. И солянка, то есть тоже на выбор. Плов. У нас будет очень разнообразные блюда. Фри, это горячие закутские. Для гостей придумали даже фестиваль самодеятельных безобразий. Заявиться может любой, кто считает себя одаренным в танцах, в песне, стихах, монологах. Главный приз за смелость путевка в Китай. Все подробности на сайте папиного лагеря. Виктория Лопатайте, Виталий Суботин, Новости ТВК. Тысяча градусов по Цельсию, обращение к духам и двое суток непрерывной работы. Красноярские участники экспедиции научились выплавлять сталь по древней хакасской технологии. Эксперимент проходил на территории Ермаковского района в рамках международного проекта. Как рассказали сами участники из Русского географического общества, а в работе они использовали только местную руду и древесный уголь. Сначала природный материал дробят, просеивают и обжигают, после этого отправляют в печь. Сама печь для выплавки железа тоже необычная. Ее вырыли в земле, как это делали древние предки в первом веке до нашей эры. И если подготовительный процесс не такой зрелищный, то сама выплавка больше похожа на какой-то шаманский обряд при температуре горения в тысячу градусов. Чтобы получить небольшой кусок металла таким способом, у древних людей уходило на работу несколько суток. Ответного письма полгода ждут. Красноярский мальчик получил послание от Деда Мороза спустя 6 месяцев, хотя поздравительная открытка должна была прийти в январе. Об этом рассказала мама маленького Ярослава. Красноярцы отправили корреспонденцию в Великий Устюг еще в декабре и стали ждать ответа от зимнего волшебника. Новогоднее поздравление пришло Почтой России 26 июня и во вскрытом конверте. В него было вложено само письмо от Деда Мороза и календарь. Было ли в конверте что-то еще, женщина не знает. Она обратилась с этим вопросом на Почту России. При обращении в Почту России нам сказали, что простую корреспонденцию, к сожалению, они не отсматривают. То есть они работают и принимают жалобы, претензии, претензии, не жалобы. Только в отношении заказной корреспонденции, ну, корреспонденцию с номером. Ты не знаешь, что делать. Пожелать Деду Морозу, чтобы он детям письма отправлял заказной корреспонденции или все-таки пусть это находится дальше на совести почтальонов. На почте пояснили, что отправленную претензию рассмотрят в 30-дневный срок. При получении отправления с нарушенной упаковкой, неважно простого или заказного, клиент может обратиться в отделение почтовой связи, написать претензию, по ней будет проведено служебное расследование. Продолжение следует...